Дневники Универсиады Дневники Универсиады В Казахстан лыжное двоеборье пришло в послевоенное время. Основоположниками этого вида спорта в нашей стране стали выдающиеся советские спортсмены и тренеры. Александр Степанов, Сергей Гиржин и Павел Чулок. Усилиями Степанова на территории колхоза «Горный гигант» был построен первый 50-метровый трамплин. В 1962 году первым мастером спорта по лыжному двоеборью в Казахстан СССР стал Александр Чивжин. В течение долгого времени двоеборье в нашей стране было забыто. В последние пять лет после строительства международного комплекса лыжных трамплинов «Сунгкар» интерес к нему вновь возродился. Сейчас буквально последних пять-шесть лет начали заниматься, развивать этот вид спорта. И появляются у нас тренера, которые раньше занимались этим видом спорта. Сейчас они очень много работают над развитием этого вида спорта, чтобы привлечь больше спортсменов, больше детей и выступать на международных соревнованиях. «Прыгуны, которые прыгают через трамплины, они не все могут бежать, бегать в гонке. Поэтому наши спортсмены отдельно отбираются больше из лыжных гонок». За время существования лыжного двоеборья правила менялись и усовершенствовались. Первоначально победители определяли по сумме результатов гонки и прыжков с трамплина. В 80-е годы норвежским двоеборцем Гундером Гундерсеном была разработана действующая поныне система подсчета. Согласно ей, соревнования проходят в два этапа. Очки, заработанные спортсменами в ходе турнира по прыжкам с трамплина, определяют их стартовую позицию на лыжной трассе. Первым стартует победитель. Остальные входят в гонку с отставанием, равным прогрешу в прыжках. Командные соревнования проходят по похожему принципу. Сначала участники совершают по одному прыжку, а затем они уходят со старта у лыжной эстафеты с учетом общего результата всех членов команды. У нас не целенаправленные, допустим, как на один вид. У нас два вида. Поэтому, чтобы их совмещать, спортсменам нужна, во-первых, и координация хорошая для прыжков с трамплина, и хорошая силовая выносливость для лыжных гонок. Поэтому, для того, чтобы эти два вида спорта совместить, спортсмены тренируются в день по две тренировки. Утром прыжковая, после обеда мы делаем беговую тренировку. По возможности, если это, мы, конечно, тоже больше усилий делаем на лыжные гонки. Потому что у нас считается основным. Подготовка национальной сборной к турниру по лыжному двоебору началась задолго до универсиады. Федерация лыжного двоеборя в течение нескольких лет предводила отбор перспективных молодых спортсменов. Казахстанские двоеборцы принимали участие в континентальных кубках. Выступали на юношеском чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. В этом году они тренировали общую физическую подготовку в Польше, а также провели вкатку на снегу в Нижнем Тагиле. Лыжное двоеборье вообще у нас как бы молодой вид спорта, и поэтому спортсмены у нас очень молодые. Все самые старшие у нас студенты, и возраст 21 год самому старшему спортсмену. А так в основном все составляющие сборной у нас 20-21 год. Все студенты, они сейчас готовятся к универсиаде. Наша основная команда, она подготовляется к универсиаде сейчас за границей, и три спортсмена у нас готовятся здесь, в Алма-Ате, и сейчас они подготовлены где-то на 90%. Многие казахстанские двоеборцы пришли в этот спорт из лыжных гонок, а уже затем освоили прыжки с трамплина. Для молодого атлета Расула Каябекова прыжки со временем стали любимой дисциплиной. Начинал я именно с катания на лыжах, на беговых именно. После чего мне тренер уже начал предлагать именно лыжное двоеборье, как этот вид спорта. То есть он показал мне трамплин, то есть что именно нужно делать, объяснял. И постепенно я заинтересовался этим видом спорта, именно потому, что это достаточно такой экстремальный вид спорта. Когда попробуешь один раз прыгнуть с трамплина, то ты начинаешь уже понимать, что это очень интересно. Один из центров лыжных видов спорта в нашей стране – город Ридер. Именно оттуда родом один из кандидатов на попадание в состав национальной сборной – Эльдар Урусаев. Начинал с горных лыж, затем я поступил в спортивную школу в городе Ридере для лыжников. Потом перешел в лыжные гонки. И затем решил попробовать лыжное двоеборье. Мне понравились прыжки. Я приехал впервые сюда на сбор и начал прыгать. Очень понравилось. Затем начал серьезно заниматься лыжным двоеборьем. В прыжках важно, мне кажется, как бы эта техника и характер. А в лыжных гонках – это, наверное, выносливость, дух спортивный. Ну и как бы спортивная такая наглась нужна. Особенно в гонке. Для занятий лыжным двоеборьем спортсмены должны иметь сразу два комплекта экипировки. Для прыжков на лыжах необходимы специальные гибкие ботинки с высоким подъемом, позволяющие атлету наклоняться вперед во время полета. Это лыжи именно для прыжков. То есть крепление у нас идет как носок, так и пятка. Пятка у нас отходит примерно 4 сантиметра. Именно для того, чтобы было удобно держать лыжи в полете. Также это лыжи фирмы «Слатнар». Это его последняя разработка. Карбоновые крепления, карбоновые пятки и столбики. Также длина лыжи у нас идет 2,50, то есть 2 метра 50 сантиметров. Ширина примерно сантиметров 12. Стандартная ширина у них идет. В лыжных гонках используют более узкие беговые лыжи. А также ботинки вплотную прилегающие к лодыжке. Это у нас беговые лыжи. Разница идет именно в том, что крепление переходится больше на носок. То есть она крепится в одном месте. Это носок, пятка у нас отходит. Также идет это карбоновое покрытие. Ну и это предпоследняя разработка фишера. То есть крепление можно также менять, то есть как вам захочется. Основная часть подготовки сборной сейчас проходит на международном комплексе лыжных трамплинов в луках. Эта площадка оснащена по последнему слову техникой. Позволяет проводить тренировки даже при отсутствии снега. Этот трамплин, он соответствует всемирному показателю физ. То есть проверки приезжают, и они посмотрели. То есть это один из лучших комплексов во всем мире. И поэтому этот трамплин, он очень удобен именно в прыжках с трамплина. Так и профессионализм на нем развивается очень стремительно. Лидеры казахстанской сборной Чингис Ракпаром и Айбек Али сейчас находятся на соревнованиях в Европе. После их возвращения на комплексе Сункар и Алтау пройдут тестовые соревнования, по итогам которых будет окончательно сформирован состав сборной по лыжному двоебору. Перед Уни-60 мы обязательно проведем чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана. И будем отбирать уже сильнейших, которые будут представлять наш вид спорта на универсиане. 23-го приезжают еще наши спортсмены с Европы. И числа 25-го мы должны провести, 25-го, 26-го мы проведем Кубок Казахстана здесь на трамплине.